Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. И в продолжение предыдущего видеоролика, как приготовить закваску для бездрожжевого хлеба, мы предлагаем вам приготовить вместе с нами непосредственно сам бездрожжевой хлеб. Вот наша закваска, которую вы уже видели в предыдущем ролике, а если не видели, то ссылку на видео, как приготовить эту закваску, я размещу в описании этого ролика. Очень вкусненько пахнет, причем запах такой, что-то нечто среднее между бражкой и тестом. Ну, интересно, первый раз тоже это делаем, надеюсь у нас все получится. Мы решили испечь хлеб такой, ну, как бы, совершенно крестьянский, совершенно сельский. Поэтому мы взяли 300 грамм пшеничной муки высшего сорта и 200 грамм пшеничной муки со трудами немножко более крупного помола, как видите, она даже по цвету отличается, то есть это белая, это серенькая. Также нам понадобится соль, сахар, оливковое масло и 250 грамм теплой водички. И, естественно, первое, что нам надо сделать, это замесить тесто. Лариса нам сейчас покажет, как это правильно. Прибиваем водичку тепленькую. Добавляем заквасочку, нам нужно 5-6 ложечек. Сейчас будем смотреть, что у нас будет получаться. Добавляем сахарочек. Хлебушек делаем сладенький? Ну, чуть-чуть сладковатый, да. Чуть-чуть сладковатый, друзья. Я люблю сладкий хлеб. Если вы любите обычный, классический хлеб, то на полкилограмма муки столовую ложечку сахара. Если вы любите сладковатый хлеб, то полторы ложечки сахара. Саму закваску, друзья, как я описывал все в видео про приготовление закваски, мы после этой процедуры, мы ее опять подкормим. То есть, как вы помните, а если не помните, то посмотрите это видео, она может работать бесконечно. То есть, ее просто надо после каждого приготовления хлеба, ее надо подкармливать. Добавляем ложечку соли, наверное, ложечку с горочкой. И добавляем оливковое масло. Масло можно и растительное, обычно. Мы используем оливковое. Тоже три ложечки масла. Перемешиваем так, чтобы у нас растворилась наша соль и сахар, чтобы они не были крупинками. И добавляем нашу муку. Муку лучше предварительно просеять. Ну да, бывает, особенно в муке крупного помола могут остаться какие-то кусочки зерна непомолотые. Да и в муке высшего сорта даже иногда встречаются какие-то посторонние предметы. Поэтому всегда при работе с мукой ее лучше просеивать через ситечко, чтобы потом в тесте, во время дегустации, вы не были удивлены. Ну и в принципе мука еще просеивается для того, чтобы насытить ее кислородом, чтобы она была более воздушная. Ну и соответственно на тесто она потом... А вот этого я не знал. Ну какая-то крутая, Лариса. Тщательно вымешиваем тесто, постепенно добавляя муку. Причем сразу не добавляем, потому что каждая мука ведет себя по-особому. И мы исходим из количества воды, которое мы добавили сразу. Естественно, если мы добавим сразу много муки, и у нас получится крутое тесто, потом мы уже воду туда добавить не сможем. Поэтому нам надо исходить из количества воды, и потом с помощью добавления муки, вот так как это делает Лариса, добиться нужной консистенции теста, друзья. И вот в результате у нас должен получиться настоящий крестьянский или сельский хлеб, который готовили наши дедушки и бабушки без всяких дрожжей. Ну вот самый-самый, что ни на есть, настоящий хлеб. Мы посмотрим, как он у нас получится. Естественно, мы вместе с вами его испечем, этот хлеб, продегустируем, покажем его структуру. А после этого начнем экспериментировать, так как мы экспериментировали уже с дрожжевым хлебом. Начнем экспериментировать с бездрожжевым хлебом. Сделаем хлеб с оливками, хлеб с орешками, еще с какими-нибудь семечками. То есть будем делать разные... Вот мне очень нравится итальянский хлеб с оливками. Даже интересно, как он получится с бездрожжевым тестом. То есть, в принципе, тесто готово. Оно должно быть у нас такое очень мягкое. То есть не надо его делать крутым, потому что хлеб получится тогда не очень воздушный и очень плотный. Ну, дубовый, грубо говоря. Убить можно будет. То есть он должен быть вот такой вот консистенции, то есть мягенький, ну, не сильно жидкий, но и в то же время не очень крутое. Все, тесто мы замесили и оставляем его на 5-6 часов для того, чтобы он подошел. Ну, то есть, чтобы наше тесто подошло. Накрываем его салфеточкой и отставляем в теплое место. Так как это не дрожжевое тесто, дрожжи работают значительно быстрее. Для дрожжевого теста достаточно полутора-двух часов. А именно вот для теста для закваски тут период вот этой ферментации, период, пока оно подходит, значительно больше. Поэтому 5-6 часов. И через 5-6 часов, друзья, мы вернемся уже непосредственно к испеканию хлеба. Хлебушек подошел. Прошло примерно 6 часов. И настало время сформировать, ну, непосредственно саму буханочку. Называем руки маслицем. Смотрим, что у нас получилось. Очень долго работает закваска, конечно. Конечно, дрожжи работают в разы быстрее. Не знаю, читал информацию, вроде бы так и должно быть. Так, я забыла еще смазать, надо сразу маслицем. Сковородку, чтобы сразу положить туда. Вот так вот. А ничего, что оно так вот корочкой покрылось тесто сверху? Оно ничего, но я думаю, что оно такое жидковатое какое-то получается. То есть, я думаю, что все-таки муки надо немножко добавить. То, что у нас оставалось. То есть, изначально все-таки пропорции были правильные. Ты не домешала ее, да? Ну, ты понимаешь, дрожжи немножко по-другому себя ведут. Я не знаю, как закваска. Но первый раз делаем. То есть, пока делаем опытным путем. То есть, они как-то размягчились, получается. Ну да, очень мягкое тесто. Я не знаю, как оно дальше будет. Ну, посмотрим сейчас. Наша задача сейчас сформировать буханку хлеба, выложить его на сковородку, опять накрыть полотенечком и еще дать полчаса, минут сорок, в теплом месте подойти ему. Вот такой вот вид замечательный имеет буханочка. Накроем ее полотенечком. И через полчаса будем приступать к выпеканию. К тому моменту нам надо будет разогреть духовку до температуры 180 градусов, друзья. Мы ее, естественно, уже разогреем и вернемся, когда будем ставить хлеб на выпекание. Буханка подошел, но, конечно, не сильно подошел, не так, как на дрожжах. Посмотрим, что получится. И мы разогрели духовку, помещаем его в духовочку. В духовочку поставим хлеб в духовку, сбрызгиваем его из кухонной вот такой вот брызгалки водичкой и помещаем в духовочку. Примерно через 35-40 минут будем смотреть, как он будет выпекаться и будем его доставать, естественно, проверять на готовность и пробовать. Хлеб готов, друзья. Достанем его и посмотрим, что у нас получилось. На вид очень недурно. Конечно, он не такой объемный, как хлеб на дрожжах, но выглядит очень красиво. И сейчас он остынет. Посмотрим, какой он на вкус. Разрежем его и посмотрим. А что по поводу готовности? Как мы проверяем? Ну, можем проверить зубочисточкой или же старым дедовским методом звук. Можешь показать? Ну, просто берется, вот так вот сейчас стучится, вот такой вот звук получается. Или если зубочисточкой, то в принципе, вот у нас шпажка есть, можем просто проколоть, чтобы она полностью сухая была. Проверяем, что на зубочисточке нету влаги и нет теста. Ну, друзья, подождем, пока хлебушек остынет и попробуем его. Хлебушек остыл немножко. Не совсем остыл. Посмотрим, что у нас получилось. Дай мне нож для хлеба, пожалуйста. Очень вкусно пахнет. Такой, ну, как бы что тут сказать? Хлебная структура – это хлеб. Такая корочка достаточно зажаренная. Ну, вот такой вот он. Не очень толстый, он не очень хорошо поднялся. Мы попробуем на вкус. Могу резать этим ножом какое-то безобразие. А хлеб? Но он необычный. Реально очень необычный. В нём есть какая-то горчинка. Такое впечатление, что в него добавили и вот какая-то пикантность. Такое впечатление, что в него добавили чёрный молотый перец. Ну, ну, собственно говоря, ничего, ничего из ряда вон выходящего. Обычный, ну, я ожидал, что получится какой-то невероятный вкус обычный домашний хлеб. Вкусный. Совершенно правильной структурой. Вот единственное, что мы его немножко передержали, мне кажется, надо было чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше его держать, потому что очень сильно поджалились корочки. Не, вообще очень вкусный хлеб. Ну, можно сказать, что всё получилось. Сейчас, друзья, дожью и выскажу ещё свой унхо. Ну, как бы первое, что я хочу сказать, не очень хорошо он поднялся. То есть, видите, он тонкий, плоский. Как бы хлеб на дрожжах получается более толстый и более пышный. В чём причина, я пока не знаю, буду изучать. Ну, на самом деле, я до сих пор, кстати, не понял, в чём прикол без дрожжевого хлеба. И прошу, друзья, если кто-то разбирался в этом вопросе, напишите в комментариях, он более полезный, менее вредный. Вот в чём его, так сказать, фишечка без дрожжевого хлеба. Да, интересно, действительно, не имея, как бы, ничего, кроме муки, не имея там никаких дрожжей, ну, по сути, ничего, испечь настоящий хлеб и вкусный хлеб. Да, это классно. Но мне кажется, что на дрожжах всё значительно проще и нет смысла усложнять. Но, опять же, таки жду ваших комментариев. Ну, собственно говоря, по поводу толщины тоже. Если кто-то сталкивался с без дрожжевым хлебом и получался вот такой вот результат на закваске, прошу вас, друзья, дорогие зрители, тоже напишите, это нормально или мы совершили какую-то ошибку. Ну, вот у нас получилось так, мы делали это первый раз. Поэтому, поэтому, собственно говоря, ну, вот у меня есть вопросы. По вкусу он очень классный получился, по своей структуре, как я уже показывал, тоже очень классный. Единственное, что, ну, вот, мне не нравится его плоская. Хотя, если бы это была какая-нибудь итальянская булочка с оливками или с орешками, то было бы совершенно нормально. Ну, собственно говоря, хлеб получился и точка. Надеюсь, друзья, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!